Фитнес и спорта Можно предположить, что мы имеем дело с чудом, но давайте попытаемся выяснить реальные причины. Представьте, что есть банка с маслом, и в ней дырочка, через которую масло понемногу вытекает. Вытекающее масло – это ваш естественный расход энергии. Жиры тратятся. Периодически вы добавляете в банку новое масло – это ваша еда. Если добавлять масло меньше, чем оттуда вытекает, то постепенно объем масла в банке будет уменьшаться. Если наливать масло больше, чем вытекает, то, конечно, объем масла будет увеличиваться. То же самое происходит с вашим организмом. Жиры – это запасы энергии, которые организм накапливает из лишней еды. Одновременно происходит постоянный расход энергии на жизнедеятельность, на дыхание, на работу сердца, мозга, на работу других органов, на выработку тепла, на синтез новых клеток и тканей, на движение и на спорт. Если вы тратите энергии больше, а съедаете меньше, значит организм вынужден тратить свои жировые запасы, чтобы восполнить этот недостаток энергии. Значит, вы обязательно будете худеть. По-другому в данном случае быть не может. Давайте предположим, что вы на самом деле практически ничего не едите, но при этом все равно толстеете. Тогда получается, что жир образуется из пустоты. Но ведь это противоречит науке и здравому смыслу. Неужели вы хотите сказать, что по ночам открывается космический портал, и инопланетяне закачивают в вас жир? И это они во всем виноваты. На самом деле, вы просто неправильно оцениваете свое питание. Вам кажется, что вы едите мало, но это много. Вы едите больше, чем нужно вашему организму. Возьмите лист бумаги и в течение недели с точностью до мелочей записывайте все, что вы съедаете, включая каждую ложку сахара в чай. И тогда через неделю вы возьмете лист и увидите, откуда берется лишний жир. Похудение является результатом правильного баланса между расходом энергии и питанием. Если результата нет, значит вы едите слишком много или едите неправильные продукты. Вы можете думать все, что угодно, но нужно смотреть на факты. А факт в том, что если вы не худеете, значит едите больше, чем нужно вашему организму. Жир из пустоты не образуется, он попадает в вас только через рот. Нужно понять, что нет никаких инопланетян, во всяком случае у вас в спальне. Вы сами наедаете лишний вес. И когда вы это поймете и признаетесь в этом, то сможете с этим бороться. Бывает, что человек ест действительно не очень много. Но давайте посмотрим, сколько он двигается. И оказывается, что на работе он целый день сидит. Дома постоянно сидит или лежит. В транспорте сидит или стоит. При такой малоподвижности происходит очень маленький расход энергии. И нарушается обмен веществ. Поэтому такой образ жизни приводит к накоплению жиров. И, кстати, ко многим другим заболеваниям. В данном случае поможет спорт. Это отличный способ улучшить здоровье, увеличить расход энергии и ускорить процесс похудения. Кроме того, обращайте внимание на то, что именно вы едите. Возможно, вы едите неправильные продукты, слишком жирные и калорийные. Я не призываю вас полностью отказаться от еды и начинать голодать. Это неправильно. Для здоровья организма нужны важные вещества, которые должны поступать каждый день. Например, витамины и белки. Иначе вы можете просто заболеть. Те, кто полностью голодает длительное время, наносят удар по здоровью. Одна крайность – это объедаться, набивать свое тело жирами и толстеть. Другая крайность – это полностью отказаться от еды, голодать и истощать свой организм. Не нужно впадать в крайности. Нужно адекватно оценить свой рацион питания, понять ошибки, наладить умеренное питание правильными продуктами. Тогда вы сможете похудеть и сохранять стройную форму. Правильный способ для похудения – это разумная диета плюс физическая активность. Это не так уж и сложно. Нужно определить свой список продуктов и наладить свой личный режим питания и спорта. Правильное питание – это не значит вечный голод. Важно ведь не только, сколько вы едите, но и что именно вы едите. Есть продукты, которыми можно вполне нормально наедаться, при этом они совсем не содержат жиров и в них очень мало энергии. Зато они содержат необходимые вещества для здоровья. Значит, вы можете нормально питаться и при этом худеть. Обязательно начинайте больше двигаться. Я знаю много людей, которым удалось похудеть, просто начав ходить на работу пешком. Конечно, не у всех есть такая возможность. Но ищите любой способ, чтобы увеличить физическую активность. Фитнес-клуб, бассейн, пробежки, лыжи, ролики, велосипед, активная ходьба, вечерние прогулки, комплекс домашней гимнастики, домашний велотренажер, утренняя зарядка. Ищите любую возможность. На моем сайте, athleticblog.ru, вы узнаете о том, как нужно правильно питаться, чтобы похудеть. Найдете минимум для похудения. Это список продуктов, которые желательно прикрепить прямо на холодильник. Он поможет организовать вам правильное питание. Кроме того, я предлагаю доступные программы тренировок для любых условий. И эффективные, разумные диеты, которые помогут вам быстро худеть, улучшать здоровье и получать реальные видимые результаты. С вами Сергей Севец. Друзья, заходите на мой сайт athleticblog.ru. Начинайте больше двигаться, занимайтесь спортом, питайтесь правильно и становитесь лучше. Друзья, из пустоты жир не образуется. Это противоречит законам физики и здравому смыслу. Прошу вас, подумайте об этом. Во имя физики, химии и математики. Конечно, не у всех есть такая возможность. Но ищите любую возможность, чтобы двигаться. Ночь. Люди засыпают. Просыпаются худеющие и идут к холодильнику.